Здравствуй, YouTube! Итак, Kizler Supreme Новая модель Corsair Короткий такой будет, блиц Достаточно обзор, потому что Очень долго говорить здесь смысла нет Но очень нужно сказать Несколько вещей Первое, ну, традиционно для Kizler Supreme Стандартная коробочка В хорошем смысле этого ствола Стандартная Хорошие ножны, цвет такой Типа молочный шоколад Цвет нитки, в принципе, в тему И хорошо то, что нож туда В общем-то Очень даже неплохо помещается Ножны подформованы, поэтому Он оттуда не выпадает вообще Два варианта подвеса Хорошие ножны В общем-то, для заводского ножа Для стандартных ножен Для серийного ножа, очень даже супер Очень высокий уровень Доставать нож легко, есть за что достать И совершенно спокойно Это первое С ножнами, в общем, как бы посмотрели Коробочку уберем Теперь, что касается Ну, то есть, коробка Kizler Supreme Она такая, она простая И за нее не переплачиваешь Но она очень Мне нравится тем, что она аккуратная И без выпендриваний Теперь, что касается Самого ножа Очень грамотным было сделать Тонкий клинок Потому что, в целом Я за собой тоже замечал Что, в общем-то, вот эта вот Тяга к 4 мм, 5 мм Такой-то гринд, интересный гринд И так далее, и тому подобное Это все очень здорово Но на практике, реально Это работает хуже Чем, как бы, тонкий клинок Адекватное сведение И уже спуски могут быть даже с середины Ну, в общем-то Вот оно, пожалуйста Значит, нож С дизайнером, на мой взгляд Крайне грамотно Крайне грамотно Значит, давайте на него вблизи смотреть сначала Потом будем разговаривать Итак Вот такой вот Машинный, да, как бы, сатин Стандартный, достаточно финиш Неприхотливый, спокойный И, в общем-то, ну, что уж там Да, как бы, естественно, бюджетный Ну, так и нож Энтри-левел полный, как бы, да Как бы, в целом, бюджет Вот У меня здесь он немножко Извините, напачкан Потому что я его пока не отмыл После найфовки Ну Ничего Нож в целом такой достаточно трудовой Я думаю, все У него еще не то будет в жизни Значит Детали обработаны хорошо Действительно хорошо Хвостовик решен В конце вот таким образом Отверстие под темляк сделано вот так Благодаря вот такому решению В целом Темляк не будет мешать удержанию ножа Никоим образом Но зато он будет Вполне себе неплохо Продеваться И не будет, на мой взгляд Вот этого вот Утолщения Оно, например, меня, в общем-то, чаще всего Это и раздражает В ножах с темляком Рукоять Кстати, очень на ощупь приятная Ну, дерево есть дерево С обратной стороны Вот он у нас Корсар Аус 8 Значит Да, здесь опять, конечно, грязь Ну, надо было тщательнее помыть Я прошу прощения Вот Значит, теперь что Спуски слегка вогнутые Слегка вогнутые Значит Подводы Очень хорошо сделаны Равномерные Все здорово Этот нож Не с заводской заточкой Ну, и, соответственно Про заводскую заточку Ничего не могу сказать Конкретного экземпляра Но Если интересует Мое мнение о заточке Заводской В целом То, как бы Ну, хорошо, что они, в принципе Точат ножи на заводах Все производители, да Кизляр Суприм делает это Не лучше всех Но далеко не хуже всех То есть, как бы Есть четкие примеры Когда заводская заточка Паршивее некуда Вот Заводская заточка На ножах Кизляр Суприм Которые у меня были Она была вполне удовлетворительной Для заводской заточки Теперь Вот она Толщина Всего 2,5 мм Ну, по паспорту Даже идет 2,4 Значит Примерно 11 см клинок Длиной И он шириной Порядка Вот здесь вот Вот в самой широкой части Около 3 см В целом Это Клинок Для того, чтобы Резать Для того, чтобы Решать В общем-то Походно-кухонные задачи Однако Это же Блиц Обзор Мы здесь просто Знакомимся с ножом Первый раз на него смотрим А про этот нож Выйдет несколько видео По той простой причине Что он побывал на тестах На таких достаточно Серьезных тестах Горфиксов Хотя В полной мере Горфиксом Не является Ну, на мой взгляд В том числе И не попал в тестовую группу Но вне конкурса Шел параллельно С Горфиксами У которых Были более мощные клинки И этот нож Выдержал даже Батонинг Совершенно спокойно Им батонили Видеодоказательство Уже отснято будет Так вот Что еще хочется Сказать про нож Знаете Он Очень гармоничный И он Ну, как бы Достаточно сильно Отличается От тех впечатлений Которые были До этого Всего Какое принципиальное Отличие Вот прям Четко Которое бросается В ощущения И в глаза Вот Реальность Сюда темляк Прикручивать Грамотно Удобно И можно И я его Впоследствии Даже прикручу Хотя у меня Ни на одном ноже Темляка нет Я несколько раз Года 2-3 назад Пробовал Мне это не нравится И вот здесь Это будет к месту Потому что Вот это вот место Оформлено правильно Второй нюанс Здесь очень хорошо Развитый упор В силу того Что у нас Толщина клинка Понятно Так что Это в любом случае Да Как бы Не охладит Нож И Это просто Супер Потому что Частенько Это правильно Более того Согласитесь Недорогой Такой Полукухонный Нож Вы его часто Будете отдавать Девушкам Женщинам И неопытным Да Как бы В обращении С ножами Мужчинам Особенно Там на пикнике Или где-то Где я в первую очередь Вижу Использование Этого ножа И на кухне Ну так По большому счету Это тоже очень хорошо Да Действительно Очень хорошо Потом Нож Имеет достаточно Универсальный Гринд 2,5 мм Аус 8 То есть Нехрупкой стали Это вполне Нормальная Прочность Ножа И поэтому В общем-то Настолько универсальный Получается нож Что можно делать Практически Все что угодно То есть Люки поднимать Наверное Не стоит Хотя Как вот Было видео У Бэд Вадима На канале Да Как бы Люки можно поднимать Даже ножами Типа крысы По-моему Он делал Вот Собственно Вот так Что касается Сведения Еще Да Вот Что на мой взгляд Было правильно Сделано Нож не сводили Как какую-то Полную кухню В 0,2 0,3 И так далее Нож сведен В 0,5 Вот здесь Вот у нас 0,5 Вот сюда Идет 0,6 И на самом Кончике 0,7 В целом Это грамотно Да что ж Все грязное Это такое Вот В целом Это грамотно Потому что Сводить его Еще деликатнее Это значит Лишить его Универсальности Было на мой взгляд Хорошо Что это не было Сделано Сводить его Еще толще Было бы Лишать смысла Делать резачок С 2,5 Миллиметровой Толщины Клинком Вот Значит По эргономике Еще два слова Буквально Значит Первое Когда Почему это реально Кухонник Вот реально Потому что Его удобно Держать не только Вот так Да Поставив сюда Палец в это углубление Хотя это реально удобно Его удобно держать Вот так То есть Когда надо реально Почистить лучок Или картошечку То вот оно Удержание Очень удобное Он прям вот Как родной Это первое Второе Вот благодаря В том числе Наличию упора Держать его вот так Просто чтобы что-то Нарезать на доске Тоже очень удобно Более того Благодаря наличию Тупья Можно держать его И чуть-чуть поближе Вот например Вот так То есть Для того чтобы что-то Вот там Подковырнуть Глазок Можно приблизиться Совершенно спокойно Опять-таки Благодаря наличию Упора Ты четко знаешь Что пальцы Вот которые держат Его за рукоять Не съедут вперед Я такие вещи В ножах люблю Уважаю Вот Дальше Кончик ножа Он практически Напротив оси рукояти Что в общем-то Дает хороший Его контроль И у ножа Достаточно неплохой баланс То есть Нож Слегка Чуть Да Как бы Он за Под пальцевой выемкой Ну чуть-чуть Буквально Вот Вот Не поймать даже Потому что с пальцев Он как-то Съезжает То есть Тактильно Это ощущается Как очень хороший баланс То есть Нож В руке Лежит реально Ну как бы Как родной Вот Правда При этом Хорошо Что Несмотря на тонкий клинок Не сделали Очень тонкую рукоять Она достаточно Такая Ухватистая Очень даже И дерево Тактильно Все-таки Это очень приятный материал То есть После кучи ножей С G10 Со всякими Такими Этими самыми Блин Вспоминаешь Что дерево Это так здорово Так приятно И возвращение к истокам Это очень хорошо Я думаю Что Кизляр Суприм Выпустил хит Потому что За полторы тысячи Получить столько Ножа С такими потребительскими Свойствами Это супер Надеюсь Вам было интересно До новых встреч В интернет эфире До свидания Ждите новых видео С этим ножом Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому